Премьер-министр Японии заявил, что в будущем страна не должна участвовать в войнах. В Свердловской области провели масштабную выставку сельского хозяйства. В Южной Корее введут электронную систему разрешения на въезд в страну для иностранцев. В Индонезийской деревне заболевшим коронавирусом продукты доставляет робот. В Израиле спасли черепаху исчезающего вида. В Японии отметили 76-ю годовщину выхода страны из Второй мировой войны. Император страны восходящего солнца Нарухита и премьер-министр страны Юсихида Суга приняли участие в памятной церемонии в храме Юсукуни в Токио. Мы намерены и в будущем придерживаться убеждения, что ужасы войны больше не должны повториться. Под знаменем пацифизма, работая вместе с международным сообществом, Япония будет активно делать все возможное для решения различных проблем мирового уровня. В День памяти храм Юсукуни посетили сотню людей. Несмотря на проливной дождь и новый всплеск заболеваемости коронавирусом, японцы семьями приходили в святилище почтить память погибших во Второй мировой войне. Новинки, техники, оборудование, передовые разработки, 12 гектаров поля, где можно увидеть новые сорта всех распространенных в России сельхозкультур. В Свердловской области провели всероссийскую выставку и форум «День поля». В сельскохозяйственном мероприятии федерального масштаба приняли участие селекционеры, фермеры, производители спецтехники и оборудования. К примеру, одна из компаний привезла высокотехнологичную разработку – роботизированную систему управления комбайном. То есть мы, получается, задаем ей параметры, и дальше она у нас автоматически уходит в поле и начинает убирать. Также сама уходит на разворот и заходит в новый загон. Вот камера стоит, машина и зрение. То есть она видит препятствия на поле животных, столбы, деревья. То есть при виде препятствий она останавливается, машина автоматически. Селекционерам тоже есть, что показать гостям выставки. Конкуренция среди специалистов высокая, особенно в таком популярном сегменте, как производство кукурузы. Даже в реалиях этого года с не очень хорошими погодными условиями мы видим, что початок весь выполнен. Здесь ожидается очень хорошее сухое вещество, если даже будем заготавливать это на силос. Форум стал местом притяжения для всех, кто работает на земле и заинтересован в развитии аграрного сектора. По количеству посетителей и уровню организации День поля, пожалуй, не уступает таким всемирно известным промышленным выставкам, как Инопром. В течение трех дней шла деловая программа, работали выставочные пространства. Приходили на День поля и семьями. Организаторы устроили развлекательную программу, открыли фудкорт и фотоэкспозицию. С 1 сентября посетить Южную Корею можно будет с помощью системы электронной авторизации на въезд. Туристам и бизнес-путешественникам придется зарегистрироваться в программе ETA и указать все свои передвижения за последние две недели. Процедура позволяет иностранцам, желающим въехать в Южную Корею, заранее получить разрешение на поездку в электронном виде. Такая система поможет предотвратить распространение COVID-19 и других инфекционных заболеваний. С помощью новой системы власти планируют контролировать и въезд в страну у нелегальных мигрантов. Предполагается, что воспользоваться программой смогут и самостоятельные путешественники, и туристические группы, а также те, кто собирается совершить деловую поездку. Список стран, граждане которых могут сделать электронный паспорт передвижений, будет обновляться в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Заполненная анкета в системе ETA действует в течение двух лет. Кроме того, нововведение позволит быстрее и проще пройти пограничный контроль при въезде в Южную Корею. Голова кастрюля, туловище и старого телевизора – шасси от поддержанной игрушечной машинки. Этого робота создали для развлечения в одной из деревень Восточной Явы еще до пандемии. Но сегодня у него ответственная миссия. Азиатский самоделкин доставляет продукты тем, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса, а также распыляет дезинфицирующие средства. Концепцию придумали сельские жители, а университет помог найти финансирование. В процессе создания мы обсуждали все вместе, в том числе алгоритмы и электронные функции этого робота. С началом пандемии его модифицировали. И с новыми обязанностями искусственный доставщик и дезинфектор обрел новое имя – Дельта-робот – в честь самого заразного штамма коронавируса, которым в Восточной Яве заразились тысячи людей. Сам робот, конечно, безопасен и дарит заболевшим только положительные эмоции. При встрече он скажет «Мир вам!» Ставка на месте – выздоравливайте скорее и выдаст продукты и предметы первой необходимости. Жители с радостью встречают на улицах деревни своего любимца на колесиках. Этот Дельта-робот очень прост. Мы сделали его исключительно из поддержанных и ненужных материалов, которые нашли в нашем районе. Наш проект – это не высокотехнологичный робот, а действительно творение нашего народа. Рабочий день у народного робота – 12 часов. Именно столько держит заряд аккумулятор. Вместе с ним работают и члены сообщества «Умная деревня». С помощью пульта дистанционного управления они управляют передвижениями искусственного помощника. Стич медленно ползет в сторону моря. Зеленая морская черепаха полностью здорова и может вернуться в свою естественную среду обитания. Еще 9 месяцев назад ее нашли на берегу моря с застрявшим во рту рыболовным крючком и наполненными водой легкими. Восстановление предстояло долгое, но в Израильском центре спасения морских черепах стич смогли вылечить. Сегодня стич сильная и здоровая. Она набрала много веса и была готова к возвращению в море. Это взрослая морская черепаха, ей не менее 20 лет. А это значит, что она может присоединиться к своей популяции в Средиземном море и продолжить род. Поэтому мы действительно рады, что смогли спасти эту черепаху. Стич отпустили обратно в Средиземное море на пляже в национальном парке Пальмахим к югу от Тель-Авива. Зеленые черепахи находятся под угрозой исчезновения. А поэтому это спасение стало настоящим событием не только для специалистов, но и для обычных израильтян. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok